Привет! Это Денис, канал Кратко про Албанию. Сегодня короткий ролик про пляжи, про каменистые пляжи и про песчаные пляжи, друзья. Есть города в Албании, у которых песок вдоль берега, есть у которых камни. И иногда люди охотятся именно за каменистым пляжем, чтобы были камни, чтобы была прозрачная вода. И считаю, что это совершенно замечательно. Ну, какие есть тут моменты, друзья. Каменистые пляжи, они в основном у тех городов, в которых нет круглогодичной инфраструктуры. Два самых популярных города в Албании, прибрежных, они в большинстве своем имеют песчаный пляж. Хотя вот в Дурусе у нас есть тоже, и вот такой каменистый тоже. Тоже можно прийти, там понырять с маской, поплавать. Вот, по поводу каменистых пляжей, друзья. Друзья, если вы приезжаете с детьми, вы имейте в виду, что камни, они, друзья, скользкие. Это первое. Второй момент, то, что иногда на этих камнях, ну, можно пораниться, можно порезать ногу. Это не очень хорошо. Вот. Следующий момент, то, что на камнях, там, где каменистые пляжи, бывают морские ежи, друзья. И это, ну, не очень приятное явление. Конечно, может быть, хорошо в руке его повертеть, но когда вы на него наступаете, будучи находясь где-то там вот под водой, да, то это совершенно, совершенно не приносит каких-то, каких-то больших впечатлений. Так вот, следующий момент, это, что хотел сказать. А, по поводу пляжа, друзья. Если бы я был на вашем месте и хотел приехать в Албанию и поселиться там, да, у моря, я бы, наверное, имел в виду, что все-таки главенствующим моментом в жизни здесь, в Албании, является все-таки не море, а инфраструктура. Конечно, шикарные закаты, там, море, волны, да, там, воздушные змеи, которых дети запускают у берега, это прекрасно. Но морем вы будете наслаждаться, ну, не так часто, как вы думаете. Но при этом всевозможными, там, помидорами, обменниками, там, заправками, какими-то салонами связи вы будете пользоваться гораздо чаще. Тем более, что если у вас совсем маленькие дети, и вам нужны там педиатры, какие-то садики, чтобы какие-то вкусняшки были по дому, то вам нужна именно круглогодичная инфраструктура. Потому что очень много городов в Албании, которые имеют вот такой шикарный каменистый пляж вдоль всего города, они заточены под лето. Да, безусловно, в июле, в августе это совершенно замечательные города, да, там, где хорошо плавать, отдыхать там день-два. Да, я и сам люблю так съездить на день-два с семьей, но жить там не очень удобно. Просто это понимаешь, когда обычно заканчивается курортный сезон, то есть это конец сентября, когда вся эта инфраструктура, она, что называется, превращается в тыкву. Вот, поэтому имейте это в виду. По поводу песчаных пляжей еще добавлю, что если у вас есть маленькие детки, да, которые вот только-только научились ходить, да, то на песчаном пляже вход в воду он более пологий. И вы своих карапузов, свое чадо можете отпускать и не боясь, что он там нахлебается воды или что-то с ним произойдет. Тем более, что когда спуск в море, он пологий, там не бывает больших волн. Ну, точнее, не бывает, но не бывает не часто. И, кстати, плюс моего любимого Дуруса, это город, в котором я живу, то, что здесь есть и вот такой каменистый пляж, видите, и большая песчаная береговая полоса, и вся круглогодичная инфраструктура. И это совершенно замечательно. Друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не терять его из виду. Ставьте нам лайк, тогда мы чаще будем выпускать наши ролики. И звоните мне, если вы хотите приехать в Албанию, поселиться у нас, приобрести, наверное, что-нибудь хорошее, например, квартиру или дом, и получить ответы на все ваши хитрые вопросы про эту замечательную страну. Успехов! Продолжение следует...